Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей. Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199. То есть числовой код красителей всегда начинается на единицу. В случае, когда используется много таких добавок, например, в разноцветном драже, недобросовестный изготовитель может скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – красители. Такие краткие записи должны вас насторожить. Потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет – копченой или вареной колбасы. Так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает не большое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно-розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель Тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях – драже, мороженом, макаронам, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель Азарубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергия. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать красители Е173 и Е174, запрещенные в ряде стран из-за присутствия алюминия. Прием внутрь таких веществ может привести к обострению заболеваний почек и легких. Есть доказательства связи их употребления с болезнью Альцгеймера. Как же мы можем защитить себя и своих близких? Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащих серебристые украшения. Особенно внимательно подходите к рациону детей. Вредное влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok